Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня очень много уже Господь Духом Сын Святым, даже если через детские уста, уже очень много сказал нашим сердцам. И это огромное благословение для церкви, для семьи, когда детские уста славят Господа. Я сегодня искренне наслаждался и назидался этим прекрасным детским служением. И я не зря вспомнил слово благословение. Я сегодня тоже хочу говорить о благословении. И я хотел бы предложить вашему вниманию один маленький короткий стишок из книги, первой книги Библии. Это книга Бытие, книга Бытие, если вы знаете, 30 главу, 28 стих. Вы можете вместе со мной открыть или будет показано на экране. Написан разговор Лавана со своим зятем Иаковым. Одно предложение. И сказал ему Лаван, то есть Иакову, о, если бы я нашел благоволение пред очами твоими, ибо я примечаю, что за тебя Господь благословил меня. Лаван, тесть Иакова, наблюдая за Иаковом, он сделал интересный вывод. В своей жизни он сделал интересный вывод, что с тех пор, когда вот этот Иаков, молодой человек, появился в его доме, с тех пор, как нога его переступила порог его дома, с тех пор Господь начал благословлять Лавана. Я не знаю, любил ли Лаван Иакова или не любил. Когда мы читаем Писание, мы видим, что очень много было неправды в отношениях между этими людьми. Может быть, лицемерие, лукавство где-то, но Лаван был человеком наблюдательным. Он был наблюдательным человеком, и он увидел, что с тех пор, как Иаков появился в его доме, кое-что изменилось. До того так не было. Но как только появился этот молодой человек, благосостояние этого дома начало увеличиваться. Он заметил, что благословение Божье поселилось в его доме именно тогда, когда в его доме появился Иаков. И он был человек прямой, и он так ему и сказал, я примечаю, я вижу, что с тех пор, как ты появился в моем доме, Бог меня благословляет ради тебя. Ради тебя Бог благословляет меня. Вы знаете, Иаков тоже это заметил, потому что мы ниже читаем, он ответил ему так и сказал ему, Иаков, ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне. Ибо мало было у тебя до меня, а стало много, потому что Господь благословил тебя с приходом моим. Иаков в доме Лавана стал человеком благословения. Благодаря Иакову благословение Божье поселилось в доме Лавана. И я проповедь свою назвал человек благословения. Есть люди, которые являются источником благословения на том месте, где их поставил Господь. И этих людей очень много. Иаков стал человеком благословения для Лавана. Благодаря Ему благословение Божье пришло в дом этого человека. Есть много христиан, для которых служение Богу является приоритетом их жизни. И вот когда служение Богу является приоритетным делом в жизни христианина, когда все, что он не делает, он делает с смирением, как для Господа, через жизнь этого человека Господь начинает сверхъестественным образом благословлять то место, где он находится. Где бы он ни был, в семье, или на работе, или в церкви, если для человека приоритетом его жизни является служение Господу, если он все, что он не делает словом или делом, он делает как для Господа, он становится человеком благословения. И Писание знает много таких людей, через жизнь которых много-много разных благословений Божьих изливалось на других людей. В 12 главе бытия мы видим одного человека, Авраам, которого Господь призвал из Ура Халдейского идти в то место, которого он никогда не видел. Он никогда не знал маршрута, куда его ведет Господь. Но он доверился Господу, ибо для него Господь был приоритетом его жизни. И он пошел, оставил свою семью, оставил родственников, взял только самых близких к собой людей, и он отправился в долгую, далекую дорогу, не зная, куда идет. Но что пишет Писание об этом человеке? Писание пишет, что где бы он ни находился, куда бы он ни приходил, где бы он ни жил, Господь постоянно благословлял его. И это видели другие люди. Он для многих людей в своей жизни стал человеком благословения, через которого Господь благословлял других людей. Вы знаете, что даже Лот, его племянник, он заметил, что именно ради Авраама Бог благословляет его тоже. Написаны такие слова в 5 стих, 13 глава Бытия, «И Лота, который ходил с Авраамом, он просто ходил с ним». Но написано, и у Лота также был и мелкий, и крупный скот, и шатры. Он заметил, что Авраама Бог благословляет, и Бог для Лота стал человеком благословения. И не только для него. Те люди, среди которых жил Авраам, они заметили, что жизнь этого человека особенна, потому что Господь благословляет его. Когда они приходили к нему, вот одна такая встреча есть, написана в 22 стихе 21 главы Бытия, написано, и было в то время, «Авимилех с Ахузафом, невестоводителем и фихолом, военачальником своим, сказали Аврааму такие слова». Я думаю, вы помните их. Они сказали, «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь, куда бы ты ни пошел, за какое дело бы ни взялась рука твоя, мы видим, что с тобою Бог, Господь с тобою, куда бы ты ни пошел». Авраам стал для них вот этим человеком благословения, и они видели в его жизни лицо Божие. Он освободил эту землю от пяти царей, которых никто не мог победить. Они видели, что он человек благословения. И больше скажу. Он стал человеком благословения и для тебя, и для меня, потому что написано, что именно в нем благословлятся все народы земли. Авраам стал человеком благословения и для каждого из нас, потому что он является нашим отцом, духовным отцом, отцом веры. Именно в нем мы благословляемся сегодня Господом, Авраам был человеком благословения. Библия рассказывает об Иосифе, который также был человеком благословения. Куда бы ни повела его десница Божья, где бы он ни находился, он на каждом месте был тем источником, через который Господь благословлял народ. Смотрите, написано, когда он попал рабом в дом Патифара, написаны эти сладостные слова, когда я читаю, я наслаждаюсь, я радуюсь, я благословляю Господа. Написано, и был Господь с Иосифом. Все я с вами во все дни, до скончания века. Господь пребывает своим детем, с человеком благословения. И был Господь с Иосифом, это 39 глава Бытия. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. И этот язычник, египтянин, Патифар, заметил, что Иосиф является человеком благословения. И он отдал ему управление всем своим домом, потому что он видел все, за что берется рука Иосифа, Господь благословляет. Иосиф был человеком благословения в доме Патифара. Повела его десница Божья в темницу. Мы читаем такие же слова. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках. Потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он не делал, Господь давал успех. И начальник темницы заметил. Жизнь Иосифа необычная жизнь. Это необычный человек. Что-то есть особенное. Где не станет Иосиф, там Господь благословляет. И он отдал его руки управления всем, что имел. И вот когда пришел час, торжественный час жизни Иосифа, сам фараон, начальник всей земли египетской, заметил, что Иосиф является человеком благословения на том месте, где бы он ни находился. Поставил его Господь в дом Патифара, и благословение Божье там. Находится он в темнице, и там Господь благословляет его. И фараон доверил ему управление всей страной. Он сказал ему, я вижу, что ты человек благословения. Я вижу, что через тебя потоки Божьих благословений простираются на народ, на ту землю, где ты живешь, на то место, где ты находишься. Управляй страной. Пусть Господь благословит весь Египет. И написано, Иосиф с благословением Божьим так управлял страной, что скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, как песку морского, так, что и перестал считать, потому что не стало счета. Обильные Божьи благословения были пролиты на Египет. Через Иосифа, потому что он стал на том месте человеком благословения. Не только для Египта. Но когда нищие, ободранные и голодные братья, продавшие его в рабство, стояли перед ним, прося кусочек хлеба, они в тот момент не понимали, что когда Иосиф снимет маску, они станут самыми богатыми людьми в Египте, потому что их родной брат был управлением земли египетской. Он стал также благословением для своей семьи, для своих братьев. Он был человеком благословения. Очень много христиан являются человеком благословения. Но очень часто, к сожалению, мы не замечаем это. Мы относимся к этому несерьезно. Мне рассказывали одну историю. Это случилось после того, как закончилась Великая Отечественная война. Была одна семья, у них было три сына. И вот два сына, они женились на девушках из более-менее благополучных семей. А младший сын, он полюбил девушку из детдома, потому что она была круглой сиротой. У нее не было семьи, она не знала, кто ее родители, она не помнила этого. И вот когда он привел ее в свой дом, его мать сказала ей, старшая невестка, у нас так заведено. Те, кто приходят к нам в семью, они что-то приносят с собой. Старшая невестка, она принесла пуховое одеяло, подушки. Вторая невеста, она принесла пианино в наш дом. Каждый с какой-то своей стороны обогатил нашу семью, но скажи, что принесла в наш дом ты? У тебя же ничего нет. Ты круглая сирота. Ты ничем не обогатила нашу семью. Ничем. На ней было только то, во что она была одета. Это было ее имущество. Она ничем не обогатила эту семью. И так повелось, что насмехались над ней, укоряли ее. И она переносила это все с терпением и убирала этот дом и готовила кушать. Но шли годы, прошли годы, родители постарели, стали обузой для детей. Не захотели невестки ухаживать за родителями, потому что их нужно было омывать, нужно было кормить. Они не могли передвигаться. И начали невестки подстрекать их мужей, оставить родительский дом. Говорили, давайте переедем в другой город, там работы больше, там возможностей больше, так для семьи будет лучше. И один за другим. Два старших сына оставили родительский дом. И вот осталась эта сирота. И она ухаживала за ними, и она умывала их, и она кормила их с ложки, убирала дом ихний. Вы знаете, сколько раз они каялись пред ней. Они просили прощения, что они не увидели, не поняли, что в тот день, когда она переступила порог ихнего дома, в тот день, когда она появилась в их квартире, благословение Божье посетило их дом. Вы знаете, как они называли ее? Ангелочек ты наш. Они поняли, что благословение Божье посетило их дом. Очень часто мы не замечаем, не замечаем этого человека благословения, который является источником, через которого Господь начинает изливать благословение то ли на семью, то ли на церковь, где он служит. И этот человек является человеком благословения. Но вы спросите меня, брат, а как я могу узнать? Как я могу определить, кто такой человек благословения? А может быть, это рядом со мной сидящий? А может быть, это я? Как определить человека благословения? Как узнать, кто из нас человек благословения? Есть определенное, в Писании оставлены отличительные черты человека благословения. Во-первых, человек благословения, он всегда верен Господу. Верность Богу это отличительная черта человека благословения. Смотрите, что пишет 28 глава книги притчи. Там написано, что верный человек богат благословением. Это тот человек, который наполнен Божьими благословениями. Это тот человек, через которого благословение Божье изливается на других. И секрет человека благословения в том, что он всегда, во все дни жизни своей, остается верным Господу. Мы приводили в пример Иосифа. Были у него в жизни моменты, когда он мог быть неверным Богу. Помните жену Патифара? Но он остался верен, и он сказал такие слова. Как же я сделаю такое большое зло пред лицом Божьим? Ведь Господь меня видит. Господь все знает. Он был верен Господу. И Господь проводил его путем в его жизни. У него была особенная судьба. И Бог через его жизнь изливал многие благословения на всех, кто его окружал. Поэтому первое, если мы хотим быть человеком благословения, Господь ожидает от нас верности. Написано такие слова в первом послании апостола Павла Коринфянам, 4 глава, 2 стих. Он говорит, что Господь требует, чтобы каждый оказался каким? Верным. Господь ожидает. Он хочет благословлять народ свой, но он ожидает от дитя своего верности. верность это отличительный признак человека благословения. Второе, человек благословения, где бы он ни находился, принимает все обстоятельства своей жизни как от Господа. Принимает все обстоятельства как от Господа. Иаков был горько обмаман. Столько много лет он работал, чтобы получить свою любовь. Наконец-то свершился тот день, когда он получил право, но наутро оказалось, что его горько обманули. Но он не опустил свои руки. И он продолжал еще 7 лет работать за свою любовь, за свою честь. Он терпеливо переносил эти обстоятельства. Авраам, мы вспоминали от него, сколько лет он ждал исполнения Божьего обетования в своей жизни. Писание говорит, что 25 лет он ждал от Господа, когда же Господь начнет изливать вот то, что он обещал. Когда ночью Господь привел его и показал ему мириады звезд. И он сказал, это будет настолько большое потомство, как вот мириады звезд ты не сможешь посчитать. А я думаю, он стоял такой одинокий-одинокий, бездетный, как палец. И думал себе, Господи, ну что мне с этих миллиардов звезд? Ну дай мне хотя бы одного сына, одного. Мне не надо много. Я одного жду от тебя 25 лет. Но он оставался верным, он поверил Господу, что Господь сотворит это чудо в его жизни. И огромные благословения изливались через жизнь этого человека. Он стал человеком благословения, потому что оставался верным Господу и принимал все обстоятельства, которые были в его жизни, как с Божьей руки. Так же можно вспомнить Иосифа. Вспомните его слова, когда братья пришли, поклонились ему, просили прощения, что продали его в рабство, просили простить их, он сказал, не вы меня продали сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону, и Господина во всем доме его, и владыкою во всей земле египетской. Он видел за этими обстоятельствами руку Божью, он их принимал как от Господа, он говорит, не вы меня продали, не вы меня послали сюда, я знаю, что за этим стоит Господь, ибо была такова его воля, и я принимаю обстоятельства, со смирением принимаю обстоятельства, что бы ни произошло в моей жизни, я вижу в моей жизни следы Иисуса Христа, следы моего Господа. Человек благословения, он принимает обстоятельства как от Господа. И последнее, человек благословения, что очень интересно, он имеет дерзновение веры. Я часто читал жизнь этого человека, о котором мы сегодня рассуждаем, жизнь Якова. Есть много того, что не красит его, и нельзя всегда Якова ставить в пример. Были такие моменты в его жизни, когда он поступал лукаво, когда-то нечестно, но Господь назвал его человеком благословения. Иногда я задаю вопрос Господи, почему, а как же то, а как же это, а как же тот момент в его жизни, а как же обман отца, а как же он украл благословение своего старшего брата, а как вот это лицемерие и лукавство в отношениях слованов, ну как же ты мог благословлять Якова, если он человек лукавый, и он часто делал нехорошее поступки в своей жизни. И вы знаете, меня это очень удивляет, но Господу нравятся такие люди, которые имеют дерзновение. Всю свою жизнь Яков добивался от Господа огромных благословений. Именно это и есть причиной того, что он попытался обмануть отца и завладеть благословением первенца. он так хотел иметь это благословение. И сам не принимал это благословение всерьез. А Яков сделал все, что от него было возможно, чтобы как-то ухватиться за это благословение, чтобы получить его. И так продолжалась всю его жизнь. Сколько бы он не общался с Господом, ему всегда было недостаточно, он еще раз и еще раз и еще раз просил Господа благословить его. Он говорил, Господи, немало благословений твоих, я хочу, чтобы ты целыми потоками изливал на меня благословения твои. И он имел это дерзновение. Никто не боролся с Богом за благословение. А Яков боролся. И вы знаете, Господь не наказал его, а Господу нравилось. А Господу нравится, когда дитя его дерзновение проявляет. Это не дерзость, это дерзновение. Ему нравится, когда дитя Божье ищет благословение, когда дитя не удовлетворено своей серой жизнью. Может быть 20, 30, 40 лет мы сидим на лавке в церкви, мы ничем не служим Господу. Господь хочет, чтобы у нас было дерзновение, чтобы мы дерзали получить от Него какие-то дары, чтобы мы дерзали участвовать в служении для Него. Яков все время проявлял дерзновение. Где бы он ни был, он искал Божьего лица. И Господу нравилось это. И он нашел благословение Божьего. Он стал человеком благословения. Поэтому последний человек благословения это тот человек, который имеет дерзновение веры. Я не знаю, я когда-то увидел одну картину, я уже не помню где, я увидел одну картину, когда есть два гладиатора с мечами стоят и посередине бедный монах, который одного в грудь, другого так вот разъединяет их. И меня заинтересовала эта картина. Кто этот монах? Почему он оказался на ринге? Почему он оказался между вот этих гладиаторов? Кто этот человек? Я нашел историю, я прочитал, что в 404 году, когда христиан уже не кидали на растерзание львам, уже не садили их в тюрьму за Слово Божье. Уже была видимая свобода определенная. Но император Гонорий, который победил Галлов, он начал обратно вводить в традицию гладиаторские боя. И вот те люди, которые были захвачены в плен, Галлы, они должны были участвовать в гладиаторских боях. Вы знаете, что такое гладиаторские бои? Живым может выйти только один. И опять пилась кровь, опять эти были зрелища, куда приходил весь Рим. И они ждали зрелища, проливалась кровь. И вот этот монах, история говорит, что во время одного боя они увидели, как один монах спрыгнул. Спрыгнул с того места, где он находился, подбежал к гладиаторам и разъединил их и сказал во имя Христа не убивайте друг друга, не проливайте кровь, просто на потеху черни, просто на потеху толпы, не убивайте друг друга. Но народ начал кричать, что здесь не место для проповеди, сегодня выходной, сегодня мы пришли развлекаться, и один из гладиаторов проткнул монахом мечом. И этот служитель Божий, он упал на песок, и он больше не шелохнулся. Воцарилась тишина, потом кто-то встал в свое место, начала выходить, семейная пара, несколько людей, еще, 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 люди начали вставать, и чувствуя угрызение совести, чувствуя определенную вину, они начали покидать Колизей, и Колизей опустел, и с тех пор больше не проводились гладиаторские бои до сегодняшнего дня. Вы знаете, человек благословения, это не тот человек, который может запустить руку в карман и дать вам что-то, обогатить вас финансово, или принести какие-то материальные благословения в вашу жизнь. Человек благословения, это тот человек, который может положить начало каким-то добрым делам в вашей жизни, начало Божьим благословениям в вашей жизни. Это не обязательно тот, кто обогащает финансово, но это тот человек, который может стать предтечей благословения, тот, кто может стать в начале какого-то большого служения в церкви, Тот, кто может стать в начале благословения в большой семье. Человек благословения. Я хотел бы вас спросить. Сегодня тот день, когда мы можем каждый себе задать вопрос Господи. Я нахожусь в доме молитвы. Я служу тебе очень много лет. Скажи мне сегодня, а являюсь ли я человеком благословения? Приношу ли я благословения тем людям, которые окружают меня? Видят ли люди во мне твое лицо? Видят ли люди во мне благословение твое? На работе, в семье, когда я возвращаюсь домой, бегут ли ко мне с радостью дети? Встречают ли меня с радостью жена или дети прячутся под диваны, потому что папа пришел домой? Являюсь ли я благословением в своем доме? Являюсь ли я благословением в церкви? Получают ли мои братья и сестры благословения от моего служения? Обогащаю ли я их? Назидаю ли я своим служением церковь? Этот вопрос сегодня должен каждый из нас задать лично себе. Проверить свое сердце. Являюсь ли я человеком благословения? И вы знаете, если вы найдете на свой вопрос не тот ответ, который хотелось бы, я свято верую, что сейчас мы будем молиться. И во время молитвы у нас, у каждого из нас есть возможность возвысить голос и сказать, Господи, я не нахожу обильных благословений в моей жизни, но я так хочу быть благословенным тобой. Я так хочу, чтобы обильные потоки благословения прошли через мою жизнь. Я хочу быть этим человеком благословения. Господь благословит. Давайте сейчас поднимемся на нашу ногу. Прославим Господа за Его любовь к нам. И будем просить, чтобы наша жизнь стала жизнью человека благословения, чтобы через нашу жизнь еще много-много потоков благословения могли изливаться на церковь, на семью, на то общество, где мы находимся. А Господу нашему пускай будет слава во веки веков. Аминь. Будем молиться. 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 Аминь. Будем молиться.